Вот это вот смерть Раби Атива, когда он освещал имя Всевышнего, мы, значит, на 9-го читаем кинот, ну, как бы, в памяти о мудрецах, которых убили римляне, там и так далее, страшные казни. И Раби Атива был один из них. Значит, этот же вопрос можно задать не только на Раби Атива, а на всех великих этих мудрецов, которые были самые великие мудрецы в Торе, ну, святые люди, первосвященник, и умирали страшной смертью. Значит, здесь есть ответ молчителя «Разруши мир». Значит, Бог сотворял мир для того, чтобы человек, служа Богу, поднялся на более высокий уровень своего духовного развития, и в этом цель мира, если взять по-простому, зачем он все это сделал. Теперь мир в основном этим не занимается. Один раз мир вообще этим не хотел заниматься, это был потоп, был потоп после этого. Второй раз мир не хотел этим заниматься. Значит, Бог уже обещал, потопа не будет, и он все время, значит, делает какое-то, ну, наказание, но частично на какие-то группы людей, чтобы опомнились. Но в основном идет все на еврейский народ, потому что еврейский народ, он обязан по, военно обязанной, да, то есть так получилось, что первый, кто, первый еврей, это Авраам Авину. И Авраам Авину, кстати, он за Бога готов был, его бросили в печь за Бога. Он сказал, я, ну, хоть в печь, хоть куда, то есть вот этот вот Мессерут Непет, что, что называется, это пошло от первого еврея Авраама, которого уже первого бросили в печку, а он остался жить. Но он был готов, чтобы его бросили, то есть он никуда не скрывался, ему надо было только сказать, я там верю в огонь, или, ну, то есть, во что вы заставляли верить, он сказал, нет, лучше меня бросайте в печку, значит, Бог меня спасет. И поэтому от Раби Ативы пошли его потомки, это есть еврейский народ, который был генетически приспособлен, чтобы за Бога быть готовым даже умереть, потому что их предки, Авраам, Искак, Яков, были такие, которые за Бога готовы были даже умереть. Теперь еврейский народ часто не шел по этой линии полностью, да, как должен был, и поэтому приходили наказания. То есть, если посмотреть весь Танах, всю письменную Тору, то начиналось, и делали зло в глазах Бога, пришли в Ради, наказали, страдали, вспомнили о Боди, исправились, значит, врагов победили. Опять врагов победили, значит, денег получили, сели, отдохнули, значит, все хорошо, начали делать зло в глазах Бога, пришли в Ради, захватили, стонали, плакали, потом вспомнили о Боди, значит, врагов победили. Вот так вот идет вся еврейская история. Весь мир служит Богу еще меньше, можно так сказать. Чем занимается весь мир? Служение Богу, цель создания мира, если полностью сделать такой график, что для вас важно в мире? Опросить все 7 миллиардов людей. Окажется, что ответ служить Богу будет там 0,001 процента, а по времени сколько занимает? Ну полпроцента в день. Сказать иногда там, вот блин, ну за что мне это все? Ну вот такого плана. Ну иногда может там. Знаете, как есть анекдот, когда один другого спрашивает, говорит, Серега, когда пост заканчивается? Тот говорит, а что такое, что ты интересуешься? Он говорит, да ты понимаешь, что, говорит, хочу уже спокойно мясо поесть. Говорит, ты что, я что-то не понял? Ты что, постишься, что ли, мясо не ешь? Он говорит, да ем. Он говорит, а что тебе, когда пост закончится? Ну ем сейчас как-то неспокойно. Хочу спокойно есть, да. То есть теперь, когда мир уже полностью теряет свое право на существование, в этот момент, в этот момент есть великие мудрецы, которые говорят, секундочку, мы сейчас поправим положение, у нас есть средство, которое, ну мощное, да, то есть там атомная бомба духовная, духовного плана. Мы сейчас просто умрем, освящая имя Всевышнего. И когда самые великие мудрецы, они отдают вообще свою жизнь. То есть если человек обычно, когда служит Богу, ему надо сказать спасибо там до еды, спасибо после еды, какие-то благословения, помолиться, попросить, то есть от него много не требуется. И каждое вот такое вот действие, минимальное в служении Богу, оно дает там в мировом масштабе, ну какой-то процентик духовного света. То есть здесь эти вот, когда мудрец такого уровня, как Раби Атьева, он, значит, говорит, что, ну давайте меня убейте во имя Всевышнего, то в этот момент он столько создает свои смерти этого духовного света, что хватает искупить грехи там, ну грехи это не служение Богу, целого поколения там, а может и двух, и трех поколений. И когда Бог сказал ангелам, молчите, говорит, или я разрушу мир, он им так и сказал. Он говорит, если сейчас они не умрут, а они могут не умереть, они могут мне только сказать, спаси меня и все, они могли оживлять мертвых, они могли делать удивительные вещи с этим миром. Так он говорит, если они мне сейчас скажут, не уничтожай нас, так мне придется уничтожить мир, потому что у мира тогда не будет права на существование. Вот это второе объяснение, почему освящать имя Всевышнего, это, ну такая вот сильная заповедь, которую на протяжении, получается, последних двух тысяч лет очень часто евреи делали, когда их заставляли отказаться от веры, они умирали целыми общинами и освящали имя Всевышнего. Опять же, говорят, что это был грех Золотого Тельца до этого, то есть мы живем в какой-то общей такой вот космической картине построения каких-то духовных уровней. Это мы вот сейчас дальше будем учить, как работает вся система в книге Рамхаля «Путь Бога». Но получается, что есть заповеди повелевающие, четвертая, пятая заповедь, мы ее выучили, это быть готовым умереть, освящая имя Всевышнего, освящать имя Всевышнего Барабим, то есть публично. И есть ли какие-то другие способы, чем умереть? Кроме умереть. Но тут написано главное, вот именно, что быть готовым умереть. Быть готовым умереть, но это такой еврейский подход, быть готовым умереть. Мусульмане, которые взяли очень много из еврейского подхода, служение Богу, то есть они взяли тоже освящать имя Всевышнего, но у них это не умереть освящая имя Всевышнего, а убить освящая имя Всевышнего. Джихад. Священная война. А у евреев почему-то быть готовым умереть, как-то это, меня тоже всегда этот вопрос, вопрос, ну как бы интересовал. Значит, что здесь разбираются только, ну как бы случаи, когда тебя хотят убить, и ты должен быть готовым умереть, если тебя хотят убить за то, что ты выполняешь заповеди. Значит, и эта заповедь, ее делают в любом месте, в любое время. И мужчины, и женщины. Хорошо. Значит, с заповедью, как освящать имя Всевышнего мы разобрались более-менее, правильно? Ну, то есть, понятно. Теперь давайте продолжим путь Бога. Путь Бога. У нас тема интересная. Про Тра. Мы остановились. Использование имен Всевышнего. Использование имен Всевышнего для выхода за границы материального мира. И дальше будет рассказано еще про колдовство. Это тоже способ выхода за границы материального мира, только через темную сторону мира. И мы остановились, что... Сейчас... Что есть у Всевышнего, есть главное его имя, которое вообще... То есть, через каждое имя Всевышнего, произнеся эти имена, включается определенного вида влияния, которое идет на этот мир. И эти влияния очень мощные. И каждому имени соответствует разное влияние Всевышнего, как свет такой, да? И, значит, те, кто знают, как эти имена, они через эти имена могут выходить за границы своего материального тела, материального мира. Но как, мы пока не учили. Теперь вот дальше он пишет. Известная вещь, он говорит, что... Несмотря на то, что выход из границ природы, это... Ну, это единое... Это нечто такое... Выход за... Сейчас... Ну, это один иньян, один аспект, да? Выход за границы природного тела. Но есть там очень много подробностей в этом. Очень много деталей. Значит... Ну, в общем, он как в своем стиле, он пишет, что есть очень много ступеней, подробностей, деталей. Так как вся эта система очень-очень многоуровневая такая, то... Он говорит, вы поймите, что это все очень, ну, не так просто. Так вот, вышел и вышел. То есть, очень это все очень дело тонкое. Сейчас. И бывает, что человек выходит чуть-чуть из вот этих ограничений. А бывает, что он выходит побольше. Он пишет. То есть, в степени выхода они разные из этих ограничений. И... И с Божьей помощью мы поговорим об этом позже. Интересно, я сейчас вспоминаю, есть книжка такая, называется... «Империя ангелов». «Империя ангелов» и Бернард Верберн. Такой есть французский писатель. У него есть несколько интересных книг достаточно. И предыдущая его книга называлась «Танатанавты». «Путешественники за границу смерти». И он там как бы разворачивает идея книги, что... Ну, известно, что люди, когда попадают в состояние клинической смерти, то они доходят до какого-то момента и иногда возвращаются. И у них есть у всех, ну, какие-то общие там свет, туннель там и так далее. И в этой книге он описывает, что были исследователи, которые... которые начали себя вводить в состояние клинической смерти и потом выводить из него. И они вот заходили все дальше и дальше. Вот они зашли. Первые небеса. Ну, обычно люди, ну, прервали и обратно не возвращались. А потом они перешли границу и вышли во второй уровень. И во второй тот, кто первый вышел, он сошел с ума. Он вообще... Ну, на несколько лет прекратили эти исследования, потому что там был дитий страх, дитий страх и все. И потом, когда его там, ну, пытались понять, что... То есть на него напали его грехи за жизнь. И он сошел с ума от этого страха, который там был. То есть первый был уровень, это души летят, там свет, все. Потом такая, как стеночка, и оттуда уже никто не возвращался. Но тут они сделали... А где они брали этих людей? Они брали... Ну, никто же не соглашался, чтобы... Ну, в общем, они брали преступников, присужденных к смертной казни или к пожизненному заключению. И один из них, кстати, сумел перейти туда и вернуться, но он полностью сошел с ума, потому что было много грехов. И потом, следующая, там, через много лет рискнула попасть туда монахиня какая-то там. И эта монахиня прошла второй уровень, ну, нормально. Потом оказалось, там есть третий уровень, четвертый уровень, пятый, там, и до седьмого уровня. То есть, ну, интересно, что здесь он тоже пишет, что... Рамхаль пишет, что есть выходы, ну, как бы, есть выходы уровень за уровнем. Уровень за уровнем. Кто-то далеко выходит, кто-то близко. Значит, и вот об этом он говорит. Есть у человека возможность использовать имена Всевышнего как для духовного, да? Как мы уже выше говорили. И делать с помощью этих имен, делать очень большие действия. Делать очень большие действия. И когда он выходит в это духовное пространство, то у него появляются возможности, которые в материальном теле, они недоступны. Такие же вещи делал Раф Свирский, и были еще у него помощниками среди американских и канадских гипнотерапевтов. И они в состоянии декоративных гипнотерапевтов, и, собственно говоря, делают то же самое. Ну, 36 метров, 90 метров, это немножко разные вещи. Давайте сейчас секунду, а то есть я так не могу удержать. Вот чем вот эти все вещи, кабала, и чем они сложны, то есть как только уходишь от понятий материального мира, ну, простых и понятных, за что легко ухватиться, в абстрактные понятия, то также в этих абстрактных понятиях сразу легко потеряться. То есть даже читаешь о них, и уже тяжело их удержать в голове. Значит, он пишет так, что Бог, который все это создал, и он же сделал весь порядок всех духовных миров и так далее. То есть он тот, который это все построил, и все это сотворенное, оно зависит от его влияния. И, значит, благодаря этому, когда называется какой-то из его имен, через это идет специальное влияние, которое было, ну, которое в нем как бы заложено. И, значит, рождается из этого света, значит, целое влияние на всю цепочку, на всю там систему. И Бог проявляется для тех, кто его зовет этим именем, тем способом, которым он установил и которым он хотел. И на него идет вот этот свет, идет вот это влияние, и, значит, по тому, что человек просит. И доходит это все до материального мира, ну, как бы, конечная точка, это материальный мир. То есть тот, кто знает эти имена и знает их влияние. Есть специальные какие-то книги, которые об этом говорят, там, имена Андела, все, но их читать вообще не... Ну, если нормальный человек читает, он вообще ничего не понимает. Если он хоть что-то понимает, еще хуже, потому что он, может, чуть-чуть туда, не туда зашел, и, значит, из катушек сошел, проводок отошел, и все. А те, которые могли доходить до каких-то вещей, так им уже вообще ничего не надо в материальном мире. То есть тут весь, как бы, вот эта основа закона, что кабло можно изучать в 40 лет, когда ты уже полностью, ну, выучил всю... То есть ты соблюдаешь все заповеди, ты совершенно не гневаешься, тебе уже ничего в этом мире не надо. То есть у тебя уже там есть жена, дети, то есть ты реализовал всю свою программу в этом мире, в этот момент человек уже может идти дальше. Потому что, когда он идет туда дальше, если туда дойдут люди со злыми намерениями, то у них есть возможность там, ну, делать все, убивать, ну, делать что хочешь. Поэтому туда не могут дойти люди со злыми намерениями. Вот эти все системы ограничений, они очень, ну, очень не позволяют туда дойти тому, у кого есть намерения. Ну, например, если человек хочет деньги, ну, такой он алчный, да, он не будет вот это сидеть там 40 лет учить Тору, он пойдет лучше заработает, ну, куда-нибудь там поработает, в интернет, там, Facebook организует или еще что-то. То есть туда доходят только люди, устремленные 100% в духовность, и когда они доходят до уровня, как радиатива, что мог влиять на мир, он говорит, а зачем? То есть это божественный процесс, Бог, он лучше знает, это его мир. Как я могу, даже имея, как бы, знание и возможность там нажать на какие-то кнопки рычаги, как я могу? Это мир Бога, он его делал, он следит за всем. Значит, так надо. И они спокойно, значит, шли по своим путям, хотя могли уже управлять и влиять на этот мир. А зачем тогда Бог дал этот инструмент, влияние на мир, если он там может быть? Зачем? Хороший вопрос. Зачем он дал? Но он дал вообще для тех, кто хочет приближаться к Богу, он дал эти возможности. То есть это для тех людей, которые им пользуются этим инструментом, это возможность приблизиться к Богу. Ну, то есть мы сейчас читаем про Бога, о, типа, интересно. Но они практически уже приближены. Но они хотят еще больше. То есть они говорят имена, они к этому готовятся. Есть такие люди, вот я знаю же, люди, которые реально такие вот, для них каждое мгновение это служение, например. Они там по два, по три раза в день вмиг уходят. Они там каждое слово свое думают, как сказать, и лучше вообще не говорят. То есть пока он думает, как сказать, чтобы никого не обидеть, он думает, что вообще не скажет ничего. То есть они реально такие фанатики, профессионалы служения Богу. И им, значит, уже когда они доходят до уровня знания этих всех вещей, им кроме этих вещей самих по себе ничего не надо. Дальше, да, сейчас. Последнего давайте прочтем еще, потому что я когда-то эти вещи... Ну, однако он пишет. Есть еще одна вещь, которую установил, установил Творец Мира по этому пути, да, связанная с этим. Что есть ангелы. Ангелы, на всех же там путях есть специальные ангелы. Это специальные духовные сущности. И им в руке, ну, руке это условно, то есть он им дал силу делать те действия, на которые они назначены. То есть каждый ангел это отдельная какая-то сущность, и они делают действия, на которые они назначены. Значит, но они действуют не постоянно, эти ангелы, а так как установлена природа, да, то есть есть у них ангелы такие, они на этом самом, на таймерах. Там летние ангелы включаются летом, зимние зимой, там ангел бури включается, если там, ну, суд на высшее решит, что нужна там буря где-нибудь, значит ангел буря тут же, он ведет по сигналу. То есть они, эти ангелы, они не самостоятельные, они работают по системе. Но есть у них в силах, в их силах, что они могут, они могут сделать еще что-то, кроме того, что они делают постоянно. Кроме этого автоматического режима, у них есть возможность у этих ангелов действовать помимо автоматического режима. И даже у них есть огромный запас сил, больше, чем обычное вот это их использование. И именно вот этим способом и делаются всякие чудеса, когда этих ангелов включают на, ну, не на их обычный природный ход, а их включают на чудесный ход. И значит, вообще ангелами управляет Бог, но захотел Бог и дал он, чем, и дал он возможность, значит, дал он возможность, когда кто-то знает имена этих ангелов тоже, и специально умеет их называть вот этими специальными именами. Значит, тот, кто знает эти имена, он может включать ангелов. Да, то есть, упоминая имя, может он включать ангелов. То есть, он, есть имена Всевышнего, которые, если ты говоришь это имя Всевышнего, ты включаешь на себя этот свет, ну, там, это более такое. А есть у каждых ангелов, есть тоже их, как бы, их автоматический режим. И у каждого ангела есть еще тот режим, который могут включать те люди, которые знают имена этих ангелов. И вот они общаются с этими ангелами, могут этими ангелами тоже управлять. Вот такая вот, еще есть возможность у человека потенциального. В первой главе Всевышний открывается, он до этого в главах открывался по имени Л, а в этом главе, когда он на одинакованный пуст, он открывается на имени А. Да, ну, это, который начинает, я считаю, шмот. Да, это сейчас вот будет интересно. В Торе, когда уже знаешь это, то замечаешь. В переводе вообще это непонятно. То есть, в переводе это вообще не... Вот. Ну, а по поводу того, что... А можно водички? Есть водичка там, стаканчик? Когда Всевышний послал одного ангела, чтобы он сжег и разрушил мир. А один праведник увидел этого ангела, говорит, поднимайся наверх, и ты не пущусь. Да. Вот. И он, ангел пошел наверх, сказал Всевышному, что он мне послал, чтобы... Как там такой диалог? Потом Всевышний говорит, иди разрушай. Ангел опять вернулся. Он его опять остановил и говорит, если ты все-таки захочешь, я сейчас произнесу то, что надо, я закрою небо, и ты погиблешь на мир, вместе с этим миром. Ты не погибешь на наверх. И он поднялся, и больше... В общем, вот такая вот мистика. Понимаете? То есть это все отдельно надо... Это все надо знать. Ну, так, для общего развития. Но, как бы, серьезно этим заниматься. Кому-то есть, может, предназначение этим заниматься, кому-то нет. То есть просто так, из любопытства. Ну, вот мы знаем, как система работает. Ну, хорошо. Но есть способы простые молиться Богу напрямую. Молиться, значит, по-серьезному, так, от всей души. Даже вот если можно плакать, когда плачешь, вообще все открываются небеса. Когда, например, плохо сильно человеку, да, то есть он молится, то есть есть сила, есть сила вот в разных... Я как раз сегодня, не помню, чего я это читал. А если лук почистит? Я сегодня читал, как была такая история, значит, пришел один человек к... Он был женат 10 лет. 10 лет он был женат, и у него не было детей с женой. Значит, и он пришел к Раби Шимон Бар-Юха и говорит, как и так вот, а по закону 10 лет прожил с женой, если нет детей, надо разводиться. Говорит, что нам делать? Он говорит, разводитесь. Но, говорит, разводитесь так же, как женились с трапезой. Ну, то есть, чтобы был праздник, да, сделайте праздник. Как свадьба была, так и это. Значит, сделали они праздник, как он сказал, и праздник, он, в общем, на празднике напился, ему жалко так, как, кстати, они жили вместе 10 лет. И он ей говорит, слушай, говорит, бери, говорит, любой подарок, который ты хочешь, вот все, что тебе надо, на память можешь взять все, что хочешь. И еще так начал пить, еще, в общем, крепко выпил. А она говорит, ну, раз могу взять, что хочу, значит, я хочу его взять. И его взяла, значит, сказала, чтобы перенесли его кровать, в дом она возвращалась, в дом к отцу. И он очнулся, значит, он в доме, он говорит, где? Она говорит, ты сказал, брать то, что я хочу, так я хочу только тебя. Взяла его, значит, с собой. Пошли обратно к Раби Шимон Бар-Юха и пошли они, к нему, чтобы, что дальше делать. Он говорит, хорошо, сейчас я помолюсь, и у вас будут дети. Значит, помолился он, и у них, она забеременела, у них появились дети. Так, задается вопрос, почему же сразу он, что ли, не мог? Не мог, потому что по вот этому природному ходу оно было вот так. Это было на тот момент вот так, так. Это было то, что было постановлено в их отношениях. Теперь для того, чтобы появилась там сила, способная это изменить, нужно было какое-то сильное переживание. Нужно было какое-то, ну, что-то, чтобы взорвало ситуацию и вывело ее из этой рутинной вот этой вот схемы. И, значит, они, вот там эта трапеза, они переживали, они расходятся. И в момент, когда они вышли на другой уровень эмоциональных переживаний, ну, представляете, да, там, это такая очень трогательная история, в этот момент у молитвы Рабишиман-Барюка была сила изменить. А до этого ему пришлось бы сильно, ну, там, может быть, и до этого была бы, но написано, что именно молитва плюс... А у них было напряжено отношение к этому. Может быть, может, да. Вот. В принципе, а где гарантия, что она сказала, не давай мне там кошелек или полхаты, а она сказала, нет, я тебя забираю. Нет, нет никакой гарантии. В Тора это такая вещь, особенно Медрашим, все эти истории, что они нужны не для того, чтобы на них задавать вопросы, а для того, чтобы... Как вообще Тора идет? Есть Аллахот, есть Законы. Законы – это четкая такая вещь. Вот Закон, там, встал, помыл руки, сказал Шмайс Рэль до третьего часа. Это Законы. В Законах все очень четко, и это структура. Все вот эти вещи, Агадот, Медраши, ну, то есть, истории, предания и так далее, вот, типа это, они нужны для того, чтобы у человека внутри соединились какие-то его личные, ну, это как его личные уже творческие процессы, взаимодействие его со Всевышним, и всякие такие вещи. То есть, это нужно, Агада нужна не для того, чтобы задавать на нее вопросы, а чтобы внутри что-то прорастало. Вот как есть Песох, Лейл Седер, да? Лейл Седер – это пасхальная ночь. Там есть Лейл Седер, то есть, Седер – порядок, это Аллахот, все должно быть по закону выстроено. Есть Пасхальная Агада, которую читают, и когда ее читают, во время этой Агады к человеку приходят какие-то осознания, понимания, ну, и так далее. То есть, на Агаду не задают вопросов. Конечно, можно спросить, а что они пришли там, а что они раньше не пришли, а может, она хотела там с него денег получить. На Агаду не задают вопросов. Хорошо, значит, теперь мы остановились. Третья глава, по-моему, да, сейчас мы? Мы начали третью главу или не начали? В Мишли. Давайте продолжим третью главу. Начали, может, мы ее другую. Значит, Мишли то же самое. То есть, Мишли – это притча царя Соломона, да, царя Шлома, Шлома Амеллах, который через вот эти вот примеры, он выражал самые глубокие вещи, которые только вообще существуют в мире. Высшая мудрость. И он здесь на простых примерах, он это объясняет. Значит, мы читаем. Это вот как раз относится к третьей части, что путь к жизни – это нравственные, всякие, исправления, исправления себя, исправления качества. Вот он говорит. Вот это мы точно читали, что «сын, Тору мою не забудь, и митсватай, и цор лебеха, и пусть заповеди мои производят твое сердце». Значит, что здесь имеется в виду? Тору слышишь. Вот мы сейчас, ну, каждый слышит там какую-то Тору, что-то каждый для себя услышал. Услышал, узнал, прочитал. Теперь первое, что нужно сделать – это не забыть, потому что, когда ты только услышал, в голове оно оказало очень маленькое влияние. У каждого голова, особенно у взрослого человека, забито полностью мусором, ну, иногда не мусором, очень много всякого опыта, какие-то ситуации, песни, пляски, начиная с детского сада. Знаете, как вот когда чистишь жесткий диск, там можно хоть все стереть, а с головы же не сотрешь. Взведи с кострами синие ночи, на всю жизнь песня, да, осталась. Все вот эти вот мультики детские, все внутри в голове в хаосе. И он говорит, что чем старше человек, тем ему сложнее туда, в глубины своей отделы, вставить правильное знание. И вот как Раби Атива в 40 лет начал учить Тору, и он никак не мог воткнуть эту Тору, потому что он уже был закрыт. Теперь, но потом он нашел способ, как начать с ранней, ну, прямо с… как дети начинают, и как вода, вода, которая капает на камень, значит, так Раби Атива учил Тору повторениям. И вот в третьей главе притчи царь Шлома говорит, что Тору не забудь ее, говорит, первая задача не забыть ее, то есть повторять, 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 кому-то рассказать, где-то записать. То есть смысл урока, вот прямо в Талмуде написано в броход, что награда за урок – это спешка на урок. Почему? Потому что, когда человек слушает какое-то занятие, то он не запомнит то, что там было рассказано, и через… даже не сможет через какое-то время это повторить. А значит, у него за обучение нет награды. Но за то, что он пришел, есть награда. Он старался, он тянется к знанию, к Богу, к Торе и так далее. Теперь… и вот он говорит, не забудь, говорит Тору. Как же ее не забыть? Может быть, он нам сообщает? Значит, он не сообщает, написано в Пертьевод, что тот, кто ломет в лох азер, тот, кто учит и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не собирает урожай. То есть, эта метафора очень понятная, когда хорошие мысли там узнал, услышал и так далее, я лично использую способ пять раз их кому-то рассказать вслух, рассказал одному, второму, третьему, и с пятого раза сам запомнил, потому что это уже та информация, которой ты пользуешься. Мозг ее воспринимает, как что-то, что тебе нужно, и ее переводит в тот раздел, в котором она уже хранится. Поэтому Тору учат обязательно проговаривание вслух и в Хевруте. По два человека, значит, услышали что-то, надо обсудить, один раз сказал другому, второй этому, задали вопросы. Это все делается для того, чтобы Тору не забыть. Дальше он продолжает. Умитсватай и Цорлибеха. И заповеди будет производить твое сердце. На языке Торы сердце – это подсознание, это все мышление человека. Это не только сердце, как орган, качающий кровь, а сердце – это все подсознание. То есть весь процесс мышления происходит в сердце, но человек его не осознает. Теперь, как же сердце будет производить заповеди? Обычное сердце человека производит не заповеди, а производит, наоборот, против Торы. То есть, что производит сердце? Вожделения какие-то. Ну, там, все время сердце тянет человека в сторону недуховности. Так специально запрограммировано. Прямо в Торе написано, в письменной Торе изначально, что сердце человека – зло с момента рождения. – Сердце тебя очень вознесет? – Нет. Ра ми на ура. Ну, зло прямо с его рождения. То есть, природа человека – это животное. И животное, оно хочет кушать, размножаться, забирать все себе и все. Это, как бы, понятное дело. Ну, то есть, вот это вот подсознание, если его просто так понаблюдать за ним, оно или про еду, там все время какие-то мелькают картинки, там, что бы поесть бы, да. – Уда? – Или про там… Ну, в общем, какой-то полный бред. Так он говорит – если Тору не забыть, то есть, если себе осознанно прямо вкладывать, вкладывать себя, вкладывать себя Тору, вкладывать, повторять, вкладывать, думать, учить и говорить и так далее – то митцватай… тогда митцват начнет производить сердце твое. То есть, если наполнить себя знанием Торы, то тогда это знание начинает… сердце переводит на режим, когда ты начинаешь думать, какую бы митцву сейчас можно сделать. Не чтобы поесть, а кому помочь. То есть уже как бы у тебя сердце начинает производить заповеди. И он дальше объясняет, что при переходе на такой режим, ты можешь рассчитывать на долгие дни и годы жизни, и шалом, то есть будет у тебя внутри шлымут, как бы такая вот цельность, они тебе добавят. То есть вот такой вот подход Тора, заповеди, и они добавят тебе, безусловно, годы жизни и хорошей жизни. Хесет в Эммет, алия звуха, и хесет, и истина тебя не оставят. Потому что вся Тора, она говорит о истине, это Аллахот. То есть Аллахот, законы, они пытаются в любом действии выяснить максимально точно правильность, что надо делать. То есть сама Тора, она говорит о двух вещах. Истинность, то есть Эммет, как должно быть по-честному, по-справедливости, и второе, хесет, милосердие. То есть как должно быть, чтобы было добро, любовь и так далее. И вот эти две вещи, если ты изучаешь Тора, они тебя не оставят. Кашрем аль гаргаратеха, ты их привяжи на свое горло. Это как раз он дает способ, как их в себя вставить, слова Торы. Кашрем, то есть произноси их. Перевяжи их на свое горло. Имеется в виду, что вот почему я, например, это все запомнил. Потому что я сразу, как только начал учить Тору, я начал проводить уроки. То есть у меня было, ну, я когда жил в Израиле, я работал, создал даже, можно сказать, я с нуля приехал в Петахтику. И вот я проводил уроки, проводил занятия. Очень много, каждый день я проводил там два-три урока Торы. И занимался индивидуально с людьми и так далее. То есть Тору произносят, ее не слушают, ее нужно обязательно кому-то рассказывать. Вот поэтому учат в Хевруте. Обязательно во всех Ешивах, вот у меня сейчас сын учится в Ешиве, у него есть три Хеврута. То есть они изучают там Талмуд Бэйюн углубленно, у него один Хеврута, он с ним учится. Там быстро, ну, второй Масехи, второй трактат, они учат более поверхностно, ну, как бы общие знания, вот другой Хеврута, там, Кумаша, они учат третий Хеврута. То есть обязательно целый день они учат по парам. Есть небольшой урок, там, полчаса, час, максимум урок. И потом они два часа этот урок обсуждают. Друг с другом задают вопросы, просматривают еще раз все источники, чтобы каждый мог не просто его услышать, а каждый мог его рассказать. Это называется «Привяжи на горло свое», то, что он здесь говорит. «Кашрем аль гаргаратеха, катвем аль луахлебеха». И ты тогда их запишешь на скрижалях своего сердца. То есть, когда ты будешь их произносить, то ты их запишешь на скрижалях своего сердца. И найдешь ты тогда приятность. Приятность, то есть ты будешь человеком приятным, потому что ты будешь справедливым и добрым. И ты станешь умным также, то есть у тебя будет восприятие мира очень глубокое и точное. В глазах Бога, потому что ты изучаешь божественную мудрость и водишь в себя вместо взветий с кострами синей ночи и учебника по биологии, например, ты водишь в себя все-таки Тору, слава Бога Живого. И людям это будет нравиться, потому что они будут смотреть и видеть тебя. О, вот этот человек, он честный, справедливый, добрый. Он много знает, он знает эти вещи, которые обычно люди не знают. И дальше, вот последнее, то, что мы сегодня по ссылке, значит, выучим. Два, два. Это очень две вещи. Самые у меня в Мишле, самые, они, может, даже из всей этой книги, самые известные. Самые известные. Значит, одна такая. Птак Эляшем Беколи Беха. Валь Бенатхо Аль Тишэн. Значит, он говорит так, что положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность. Значит, что имеется в виду? Вот есть, например, у человека выбор, да? Вот суббота. Суббота, например, да? Пятница, вечер, суббота. Он еврей, надо соблюдать субботу. Теперь, значит, а в субботу вечером мероприятие, его пригласили на какую-то там презентацию или там по работе. И он думает, ну как же так? Это же для меня так важно. Я же на них денег заработаю. Все. То есть, его сообразительность ему подсказывает, что лучше быть на презентации. Но Бог сказал, что не надо быть на презентации. И вот у него выбор, на что положиться. Ну, на, казалось бы, необдуманный. Он как может подумать, да? Если он такой умный, сообразительный. Но Бог же не знал, что у меня в субботу презентация будет. Да? Он же может так? Если бы Он знал, что у меня будет презентация, Он бы, конечно, мне дал бы личное разрешение. Но Он же не знал. Это его сообразительность. Если он сообразительный, Он найдет какой-то такой вот красивый ход конем. Но Шлама Мелла говорит, положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность. Когда они входят в противоречие, когда они, вот, знание Бога, ты его не понимаешь. Он установил вот эту вот божественную мудрость, Он так ее установил. И твоя сообразительность. Если они входят в противоречие, Он говорит, будь уверен, полагайся на Бога, Он тебя не оставит. Почему? Потому что и успех в презентации, и успех в жизни, и в деньгах, в итоге все равно зависит от каких-то, ну, более глобальных процессов, которыми человек, в любом случае, он их не контролирует. Поэтому, есть, когда ты уже знаешь про эти процессы, то включение в эти процессы, оно идет по простому принципу. Что как ты к Богу, так и Он к тебе. И делай Его волю, как ты делаешь свою, и Он сделает твою волю, как Его. Ты, значит, полагаешься на Него, значит, ты можешь быть спокоен, что с тобой будет все хорошо. Значит, это первый посыл, который меня очень-очень, ну, как бы, является таким, одним из центральных в мировоззрении. И следующий посылок такой. Беколь Драхеха Деегу. На всех твоих путях познавай Его. В У Яшер Архатеха. И Он выпрямит все твои дороги. Значит, ну, по-простому это понимается так, что когда человек, он живет в мире, который управляется Богом, он начинает исследовать, он начинает, ну, как бы, сам отслеживать все вот эти вот, ну, закономерности и так далее. Он познает Бога, он понимает, что ситуацию управляет Бог. И он, пытаясь понять, он чувствует, где, как, и Бог ему начинает с ним какую-то индивидуальную, индивидуальные, как бы, действия. Но тут интересно, я только узнал вот в этот шаббат, значит, посылку я смотрел там с Малбином, комментатором, он объясняет еще разницу между путем, на иврите вот так звучит, Беколь Драхеха, на всех твоих путях Деего, познавай Его, В У Яшер Архатеха. И Он выпрямит, Архот это дорожки, ну, дорожки, то есть Дерах это более большой путь, а тропинка, да, а Архатеха это тропинки. Так он объясняет так, он говорит, что, в принципе, ну, за всем невозможно уследить, то есть, за всем невозможно уследить, но если ты на приоритетных путях, ну, как бы, обдумываешь и идешь по божественному, да, по велению, то он выпрямит все твои мелочи тоже, то есть, как бы, главное это вот в приоритетных вещах, что является приоритетными вещами, наверное, семья, работа, там, ну и так далее, вот эти вот вещи какие-то, а когда ты начинаешь уже на приоритетных дорогах, таких центральных идти по божественным путям, то и мелкие дорожки, они уже тогда, ну, каким-то образом выправляются. Это Мишли, Мишли, царь Шлома, мудрейший из людей. И последний, тогда, седьмой послук в этом, в этой главе, Аль Теи Хахам Бейнеха, не будь хахамом, не будь мудрецом в своих глазах. Имеется в виду Хахам, это тот, кто знает Тору, потому что, не выдумывая себе сам законы Торы, есть такие люди, которые выдумывают законы Торы, есть, ну, давайте до конца послук прочтем, не будь хахамом в твоих глазах, да, мудрецом Торы, бойся Бога и отодвигайся от зла, то есть, вот, чтобы был трепет перед Богом и желание отодвинуться от зла, это главные вещи. Ищи по-настоящему законы, всегда есть мудрецы Торы, которые реально посвятили жизнь Торе, и можно их спросить, любой вопрос, и они тебе скажут, что Тора по этому поводу говорит. Но человек, который сам хахам в своих глазах, он говорит, секундочку, я сейчас сам, ну, придумаю себе какие-то законы, и, значит, на самом деле он просто не боится Бога и не отодвигается от зла. Так, я, в основном, есть интересный, ну, такой, как известный анекдот, когда спрашивают у раввина, такого ортодоксального, религиозного, спрашивают, рэбэ, скажите, пожалуйста, какое надо, дайте начинающие соблюдать евреи, спрашивают, скажите, какое надо благословение, говорит, на зажигание елочки новогодней. Он говорит, он говорит, объясните мне вообще, ну, суть этого зажигания, да, что такое елочка, зачем ее зажигать, вообще суть объяснить, и я подумал, может быть, есть какая-то браха, которая подходит. То есть он, как бы, ну, пытается выяснить истину. Подходят они к консервативному раввину, ну, такие, лаят, лаят. Говорят, скажите, какую браху надо говорить на зажигание елочки. Говорит, сейчас, запросто, так, елочка. Ну, в общем, браха такая, значит, благословен ты бог, который зажигает елочки. Вот такую попробовать, или можно так по-другому сказать, благословен ты бог, который повелел зажигать елочку. Или говорит, еще есть паровый вариант, в общем, можем в стихах вам, если там 50 долларов, значит, стихотворный вариант. Это консервативный подход такой, да, то есть мы браху вам сочиним. А теперь к реформистскому раввину подходят, говорят, ну, обычный реформистский раввин – это женщина-негритянка. То есть реформистский, да, иудаизм – это обязательно, ну, такая самая. И, значит, ей говорят, скажите, а какое надо говорить благословение на зажигание елочки? Она говорит, извините меня, но объясните мне, что такое благословение. Вот, это как раз иллюстрация на последний, на последний послуг из Мишли, что не надо быть хохамом в своих глазах. Есть Тора, это, это то, что, это то, что истина, да, и надо бояться Бога и отодвигаться от зла, и всегда есть люди, у которых можно спросить, вот будет Робинсон Зильбер, завтра здесь, послезавтра, это как раз вот Тора в чистом виде. Тора в чистом виде, и можно его спросить, есть Рошиш. Ну, то есть есть раввины, такие как Робиатива, они есть в каждом поколении, в нашем тоже, которые посвятили свою жизнь только изучению Торы и преподаванию, и которые готовы делиться всем, что знают, потому что для них это смысл жизни. Вот так.